Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Чистых прудах появится еще один крупный жилой микрорайон. Принято решение о комплексном развитии незастроенной территории вдоль проспекта Липатниково. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации города. Под застройку отводится 53 гектара земли. Там возможно возведение как малоэтажного жилья, так и высоток. Также должны появиться детский сад, школа, поликлиника, объекты дополнительного образования детей, фоки, спортплощадки, аптека, пункт полиции, спортзал с бассейном, отделение связи и банка. Срок реализации проекта – 20 лет со дня заключения договора КРТ. Жильцам двух домов в Кирово-Чепецке выплатят компенсации за некачественный капремонт. Фонду капремонта пришлось искать нового подрядчика для завершения ремонта крыш в домах по адресам мира 7 и Ленина 52. Сейчас работы завершены. По словам руководителя фонда Лаврентия Ситникова, удовлетворены иски жильцов, пострадавших от действий предыдущего недобросовестного подрядчика. В прошлом году дома остались без крыш на несколько месяцев. Квартиры на верхних этажах затапливало. В эфире экономика. Только половина кировчан работает по специальности, которую получили в ВУЗе. Таковы результаты исследования специалистов сервиса «Суперджоп». 48% кировчан работают по специальности, полученной в ВУЗе. Еще 21% заняты в смежных областях. Почти каждый третий работает не по специальности. Больше всего тех, кто пошел тем путем, который выбрал, поступая в ВУЗ, среди врачей, юристов и бухгалтеров. Что касается дохода, то количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному образованию, больше всего среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.